Войлочная стирка Сейчас уже пользоваться современными стиральными машинами И только тогда в них должен быть режим деликатной ручной стирки Хороший качественный войлок, его спокойно выдерживает Средняя температура для стирки войлока Это конечно 30 градусов Больше, выше Я по крайней мере заказчикам не рекомендую Потому что в случае дополнительной усадки Они не будут знать, как вести себя с войлочной вещью Для того, чтобы готовую вещь постирать и выполоскать Я обычно использую тазики Это может быть пластмассовый тазик Это может быть металлический тазик То, что у вас есть дома То, что есть в руках В хозяйстве Только единственное Помните о том, что такой тазик должен быть большого размера Некоторые для уваливания войлока Используют тазики со стиральной доской Если у вас есть такой тазик или ванночка Это очень хорошо Это будет помогать вам уваливать какие-то вещи Но когда вы выполаскиваете вещь Не трите ее по стиральной доске Еще хочу дополнительно сказать По поводу температуры воды Я не использую никакой термометр Для измерения температуры Обычно я ориентируюсь на свои руки Вода должна быть комфортной для рук Тогда она будет комфортна для шерсти Из которой сделан войлок Относительность средств для стирки Лучше всего, конечно, для шерсти Обычное хозяйственное или оливковое мыло Собственно, то, с чем мы уваливали Тоже благоприятно для стирки Хотя вы, конечно, можете взять какой-то Детергент, стиральный порошок К которому вы привыкли На который у вас нет аллергии А вот при полоскании Лучше всего использовать Не какие-то ополаскиватели, кондиционеры А обычный столовый уксус Возьмите 6 или 9% уксуса На 10 литров воды Полстакана Это самое лучшее средство для выполаскивания Если вы боитесь, что останется кислый запах уксуса Добавьте при последнем полоскании Несколько капель лавандового масла Оно не испортит волокна Но, естественно, предварительно его разведите В воде как следует И станет дополнительной защитой от моли Для готовых вещей уже Если не любите запах лаванды Возьмите кедровое масло Но, единственное, не то масло, которое выжимают из орешков А масло эфирное, которое добывают из древесины Оно обладает очень приятным хвойным ароматом И тоже будет дополнительно защищать вещи от моли Которая так любит поесть шерсть Отжимать вещи Если вы стирали вручную То лучше всего в махровых полотенцах Причем это могут быть старенькие махровые полотенца Как и для валяния, потому что лучше всего именно они впитывают воду Или можете отжать в центрипуге при небольших оборотах То есть на 600 оборотов это нормально Хочу отдельно вас предупредить по поводу ланолина Всяких кондиционеров или стиральных средств с ланолином В принципе, они для шерсти не нужны Вообще, естественным образом Ланолин присутствует только в овечьей шерсти То есть для альпаки, верблюжьей шерсти, шерсти яка Он абсолютно не характерен И он будет нарушать структуру войлочного Или даже вязаного полотна То есть средства с ланолином вам совершенно не нужны Косметический ланолин Лучше используйте для ваших ручек Чтобы они оставались мягкими и нежными После того, как вы выполоскали валеные вещи войлочные, шерстяные И отжали их в полотенце Или на легких оборотах в стиральной машинке Лучше всего их досушивать во влажном состоянии В горизонтальном состоянии на сушилке На сушилку под войлочные вещи Я обычно прокладываю тоже махровые полотенца Проложили полотенце Аккуратненько на нем разложили вещь И все благополучно сохнет Использовать всякие обогревательные приборы Я категорически для войлока не использую Когда вы валяете войлочную одежду Иногда для сохранения оптимальной формы И хорошей посадки Можно сушить на манекене Если вы жалеете свой обычный портновский манекен И не хотите на него надевать влажную вещь Наденьте сначала поверх манекена полиэтиленовый пакет большой А потом сверху посадите на него войлочную вещь Далее Влажно-тепловая обработка Естественно, хорошо, если у вас есть хороший мощный утюг С вертикальным отпариванием То есть тут, в принципе, все приемы влажно-тепловой обработки Которые мы используем для шитья Они точно так же подходят для войлока Единственное, что первичную ВТО я советую делать По изнаночной стороне Если у вас нету профессионального парогенератора Ну, дорогая штука, он есть не у всех То вполне можно использовать парогенератор бытовой Или просто действительно пользоваться утюгом Для отпаривания изделия Я предпочитаю для войлока все-таки утюги с зеркальной, а не стефлоновой подошвой Почему? Ну, я не знаю, может быть, это мое личное мнение Но мне кажется, что зеркальная, хорошо отполированная подошва идет по войлоку гораздо лучше Как по изнаночной, так и по лицевой стороне Но это вот мой личный опыт Отпаривать лучше не на каком-то столе Но все, кто хорошо шьют, прекрасно знают Что ВТО лучше проводить на нормальной доске У многих даже есть специальные профессиональные приспособления Для рукавов, для плечиков Все это точно так же годится для войлока В принципе, я использую обычную, надежную, крепкую гладильную доску И этого вполне достаточно У меня есть насадка для рукава У меня есть специальные подкладки под плечи То есть, все это помогает проводить хорошую влажно-тепловую обработку Есть один нюанс, о котором я хочу сказать дополнительно Для войлок, как вот, допустим, для работы с бархатом Когда хочется сохранить такую хорошую рельефную фактуру на наружной стороне На войлоке часто бывают именно такие фактурные поверхности Я отглаживаю его на махровом полотенце На хорошем ворсистом махровом полотенце Причем для белого войлока беру белые полотенца А для темного войлока беру черные Для того, чтобы, естественно, ничего не цеплялось к уже готовому полотну То есть, в своем арсенале именно для глажения Имейте два вида Ну, можно еще какие-то цветные Но разные махровые полотенца Моль, да, как бы страшное бедствие Которого боятся все, кто вяжет У кого запасы шерсти У кого запасы шерстяных тканей И, конечно, войлока А для того, чтобы войлочные вещи сохранить Ну, естественно, повесьте там Сделайте пакетики с аше с лавандой У нас очень популярны Плашечки, кружочки, кубики Из кедровой дельвесины Потому что здесь много кедров растет Я знаю, что в России такие вот штучки тоже продаются Кедр не имеет навязчивого запаха Это легкий запах Поэтому держать их в шкафах хорошо Если все-таки такое бедствие, как моль, появилось Готовые вещи Я не советую никак перекладывать нафталином Нафталин токсичен И поэтому для готовых вещей он малоприемлен Только для материалов, из которых вы хотите потом что-то делать Можно применять нафталин Да, он убивает личинки этих насекомых А скипидар Хвойный, да, скипидар Он абсолютно экологичен и не вреден Но обладает достаточно сильным Не все любят этот запах Неприятным таким запахом Устойчивым Поэтому для готовых вещей он мало подходит С готовыми вещами Почистили их И хорошо проветривайте помещение Потому что моль не живет в светлых и проветриваемых помещениях Она этого категорически не любит То есть там, где у вас готовые шерстяные вещи Постоянно проводите их ревизию И все это проветривайте, прочищайте Можно, если вы боитесь, что от этой вещи пойдет какое-то вдруг заражение от этого войлока Вымораживать в морозилке Потому что низкие температуры личинки моли тоже совершенно не терпят Есть свободное место в морозилке Ну положите туда или шерсть, или сам войлок Это помогает И лучше всего, если вот зима у вас вдруг есть морозная Проветривайте шерстяные и войлочные вещи в особенности И материалы для работы Вымораживайте их на улице Вот это лучший вариант Это лучше, чем проветривать их и гореть на солнышке Ну, собственно, если соблюдать все эти правила Должно быть все благополучно и хорошо И даже если вы сваляете очень много вещей И я уверена, они будут вас согревать Не только физически, но еще и душевно Соблюдая вот все эти правила Все обязательно будет хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!